События, которыми запомнилась уходящая неделя в программе «Область события. Факты». В студии для вас работает Наталья Откачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. БАМУ-50. В честь юбилейной даты в северной столице Приамурья подготовили обширную праздничную программу для жителей и гостей города. В Тенде работает и съемочная группа Амурского областного телевидения. Наша команда организует три прямые трансляции с места событий. Почти 5000 тонн семян в год. В Белогорском округе появится свой селекционно-семеноводческий центр. Без мигрантов. С амурскими аграриями могут расторгнуть договоры о аренде земельных участков из-за незаконного привлечения иностранной рабочей силы. А сейчас об этих и других темах подробнее. Тенда отмечает 50-летие с начала строительства Байкала Амурской магистрали. Торжественные мероприятия запланированы на 6, 7 и 8 июля. Для гостей и жителей города подготовили обширную программу. Какие работы провели в северной столице региона к юбилейной дате, нашему корреспонденту рассказал мэр Тенды Сергей Гуляев. К юбилею празднования Байкала Амурской магистрали в городе проведены масштабные ремонтные работы. В первую очередь это сеть бюджетных учреждений. Городской дворец культуры Русь отремонтирован. Отремонтирован драматический театр. Эти учреждения готовы для приема гостей. Самый большой фуг в Амурской области с ледовым полем, который может круглогодично принимать к себе спортсменов. Компания Российской железной дороги заканчивает возведение памятника на площади 25-летия Бама. Для нашего города этот праздник очень важен, потому что Тенда считается столицей Байкала Амурской магистрали. Прежде всего, этот праздник – это, наверное, то внимание, пристальное городу. Те меры поддержки, которые нам оказываются, очень важны. И Тенда, я считаю, получает новый виток развития, перспективу. В праздничной программе мастер-классы с участием блогеров и художников, выступления известных артистов, чествования ветеранов-строителей Бама. Также проходят развлекательные и спортивные мероприятия. Юбилей для нас – это не просто знаменательная дата. Сегодня мы честны подвиг ветеранов-первостроителей, ветеранов-железнодорожников, тех, кто строил, а потом осваивали эту великую магистраль. Тысячи молодых людей уехали на Дальний Восток, чтобы пробить сквозь горы, реки, вечную мерзлоту, новый железнодорожный путь к Тихому океану. Здесь по-настоящему закипела жизнь. Бамовцы – это особенные люди с закаленным характером, которые достигли своей цели и подарили России Байкал и Амурскую магистраль. 8 июля станет объединяющим для жителей Тында и гостей города. Пройдет галоконцерт с участием популярных российских артистов. Все три праздничных дня в Тынде работает и съемочная группа Амурского областного телевидения. Прямые трансляции запланированы с 6 июля в 19 часов, с 7 и 8 июля в 18. Амурская область вошла в топ-3 регионов Дальнего Востока с сильнейшим экономическим потенциалом. А в рейтинге всех регионов страны по итогам первого квартала 2024 года поднялась с 56 на 22 место. Исследование проводил Фонд гражданского общества на основе данных Росстата и налоговой службы. При оценке учитывались уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыль предприятий, размер уплаченного НДС. В Минэкономразвитии отметили, что в области наблюдается стабильно высокий приток инвестиций – 751 млрд рублей в 2023 году. Прибыль амурских предприятий за первый квартал выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Сальдированный финансовый результат составил более 30 млрд. В прошлом году данный показатель имел отрицательное значение. Лидерами рейтинга стали Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненинский автономные округа. Закупка школьных автобусов. Энергобезопасность образовательных учреждений. Центры общения для старшего поколения. В областном правительстве прошел совет глав муниципалитетов под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова. Заседание началось с награждения глав территорий за победы в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Лидерами в различных номинациях стали Благовещенск, Архаринский и Изейский округа, Ивановский сельсовет Селимджинского района. Затем обсудили работу центров общения старшего поколения. Сейчас они действуют на базе регионального отделения социального фонда «Вакимчане» и «Архаре». Такое же планируется открыть в Завитинске. Кроме того, обсудили изменения в положении о спартакиадах. Не все дисциплины популярны у амурчан. Глава области поручил создать рабочую группу из представителей муниципалитетов, изучить вопросы, касающиеся спорта и вынести свои предложения. Губернатор отметил, что важно заинтересовывать регулярными занятиями физкультуры как можно больше жителей области, в том числе и трудовые коллективы. По поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева на передовую в зону СВО передана очередная партия вооружения, обмундирования, транспортные средства, среди которых и продукция предприятий ТОР «Патриотическая». Кроме того, адресную помощь оказывают и раненым в ходе спецоперации бойцам. Так, координаторы Амурского отделения фонда «Защитники Отечества» помогли выпускнику ДВОКу Фёдору Коновалову, получившему тяжелые ранения. После лечения в госпитале имени Вишневского ему требовалась реабилитация в больнице. На передовую Фёдор Коновалов попал сразу после выпускного в ДВОКу. Службу проходил в инженерных войсках. В ходе выполнения одного из боевых заданий, оказывая помощь своему товарищу, подорвался на мине. Несколько месяцев амурчанин провел в госпитале в Москве, затем приехал в Благовещенск. Ему предоставили адресное сопровождение и помогли обратиться в областную клиническую больницу. В медучреждении Фёдору Коновалову провели операцию на руке. Сейчас он проходит курс реабилитации. Координаторы фонда «Защитники Отечества» планируют помогать ему и в дальнейшем, в том числе и с трудоустройством. Остаться в армии – это было самое главное его желание. Ничего, кроме армии. И его ждут в ДВОКу, но в данный момент он выбрал пока после выздоровления вернуться в часть. Но если ему вдруг станет там тяжело, то он обязательно приедет в наш город и будет здесь у нас в ДВОКу. Амурские аграрии, у которых в аренде находится земля, обязуются не использовать на ней иностранную рабочую силу. Борьбу с незаконными мигрантами, занятыми в сельском хозяйстве, обсудили в региональном правительстве. Совещание провел губернатор Василий Орлов. Напомню, по поручению главы региона в договоры о аренде земельных участков сельскохозяйственного назначения внесено условие, которое предусматривает их расторжение в случае незаконного привлечения и использования иностранной рабочей силы. В период пассивной кампании проводились рейды на сельхозпредприятиях. Было выявлено 10 компаний, на которых работали 24 мигранта. Все они покинули пределы Российской Федерации. Василий Орлов поручил областному минсельхозу продолжить работу в этом направлении, изучить опыт других регионов, где за подобные нарушения не только расторгают договоры аренды, но и конфискуют технику. Напомню, в Преамуре действует запрет на труд мигрантов в сельском хозяйстве. Селекционно-семеноводческий центр построит одно из сельскохозяйственных предприятий Белогорского округа. Сейчас оно сотрудничает со специалистами Института СОИ и Дальневосточного ГАУ, которые занимаются выведением новых сортов. Собственный комплекс должен повысить качество используемых в хозяйствах семян, а также дать новые рабочие места. Тему продолжит Денис Блащук. Ежегодно это предприятие засевает почти 24 тысячи гектаров полей около сел Пригородная, Заречная, Вожаевка и Амурская. Основная культура – соя. Для нее отводят 17,5 тысячи гектаров. При этом урожайность здесь выше среднего по округу. В хозяйстве сейчас есть зерновой двор, рассчитанный на 42 тысячи тонн продукции. А в планах – строительство собственного селекционно-семеноводческого центра, современной лаборатории и всем необходимым оборудованием. Это позволит расширить линейку сортов. Завод стоимость чуть менее 400 миллионов рублей. Он имеет важное значение, потому что семена принципиально важны с точки зрения урожайности. Таких центров обработки семян в области будет построено шесть в разных территориях. Вот один из этих сегодня комплексов мы посмотрели вживую. Здесь главный вопрос, который задают сельхозтоваропроизводители – это работники, дефицит кадров. Нехватка кадров ощущается на данном предприятии. В штате трудится 165 человек. Но в разгар посевной и уборочной хозяйство привлекает дополнительно около 50 сотрудников. Напомню, введен запрет на иностранную рабочую силу. Но при этом мы дополнительно выделяем из областного бюджета меры поддержки, например, на строительство жилья для сельхозработников, в том числе через программу «Дом.РФ». Например, для компании «Содружество» в Белогорске строится сразу несколько сотен квартир, которые будут потом как арендное жилье переданы работникам этого предприятия. Мы предлагаем аграриям более широко пользоваться этим мерами поддержки. Это может быть еще раз и строительство жилых домов, и через программу «Дом.РФ» возможность взять в аренду это жилье для своих работников. Для проживания сотрудников в прошлом году Белогорское предприятие построило общежитие площадью более 800 квадратных метров, где созданы все условия для отдыха. Сейчас, чтобы привлечь новых работников, компания возводит дома. Первый появится в селе Васильевка уже в конце года. Денис Блащук, Алексей Сафонов, Амурское областное телевидение. Из-за высоких температур некоторые муниципалитеты при Амуре ввели режим повышенной готовности. Распоряжение подписали несколько глав, в том числе Белогорска и Благовещенска. А амурчанам советуют не находиться на улице в пик солнечной активности. Между тем, даже при средних температурах летнее солнце благоприятно не для всех. Как обезопасить себя и на что обратить внимание в первую очередь, расскажет Ирина Батина. Дети и женщины, особенно со светлой кожей, взрослые 20 до 40 лет. С аллергией на солнце сталкиваются до 20% людей. Проявляется она высыпаниями, как при любой другой аллергии, и нестерпимым зудом, говорят врачи. Они советуют сразу покинуть солнечное место и не затягивать с диагностикой. Как и другие аллергические реакции, они могут иметь накопительный эффект. То есть он может начаться с солнечной крапивницы, так называемой. Но в том числе может перерастать и в тяжелую форму по типу отека к венке и даже до анофилактического шока. Поэтому, конечно, запускать, особенно если заподозрили такую ситуацию, не стоит. И злоупотреблять солнечными лучами, конечно, тоже. Подтвердить, есть ли аллергия на солнце, могут только специальные фототесты. Если диагноз все-таки получен, такому человеку загар противопоказан. Даже искусственный. Одежду лучше носить с длинным рукавом, но тонкую, максимально закрывающую тело. От ультрафиолета нужно оберегать и глаза. Если аллергия на солнце доказана, то, конечно, стоит придерживаться более жестких требований, правил. То есть, конечно же, это и противоаллергическая диета. Конечно, это исключение из своего бытового ухода косметических средств, которые содержат спирты. Либо вещества, которые усиливают инсоляцию, то есть загар и так далее. Интересно, что некоторые лекарства тоже могут усугублять аллергию. Но врачи говорят, что это заболевание чаще приобретенное. Поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами. Доводить загаром цвет своего тела до темного шоколада тоже вредно. Как показал опрос, амурчанам методы профилактики известны. Загораетесь? Да, загорает. Обычный солнцезащитный крем. На солнце погуляю, допустим, и загорю, то это ладно. Но так специально сидеть там на солнце я не мое. Я родился в деревне, прожил там, солнце для меня. И загорали хорошо, и все это. То есть, не знаю, пока не боюсь. От него можно сгореть и тому подобное. Поэтому мы не гуляем. Гуляем только утром, вечером, когда уже солнце село. И малышу приятно витамин Д получить, да. Пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей, говорят врачи. Поэтому заботиться о своем здоровье, особенно в ближайшую неделю экстремальных температур, необходимо и детям, и взрослым. Ирина Батин, Андрей Цветков, Юрий Кантомиров, Амурско-областное телевидение. А сейчас коротко о том, что ждет вас во второй части нашей программы. Будут служить в пограничных войсках. Спустя 16 лет погранвойска ФСБ России вновь начали прием солдат-срочников. На работу более тысячи амурских детей трудоустроили в Центре занятости населения. Желающих так много, что даже образовалась очередь. Традиция – рыбу ловить. Амурчане присоединились ко всероссийской акции, приуроченной к году семьи. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Погранвойска ФСБ России вновь начали прием новобранцев на срочную службу. В течение 16 лет такой набор не вели. Первые призывники уже отправились к месту обучения. Затем их распределят по заставам. Юрий Камышный подробнее. Стравим шагом, я понимаю, еще ходить не учились. Но, по крайней мере, буду давать счет. На раз, три. Левая нога. Вопросы? Служба еще не началась, а новобранцев уже учат строевому шагу. Охранять рубежи страны, говорят призывники, почетно и ответственно. В пограничные войска проводят строгий отбор. Высокие требования предъявляют к здоровью, физической форме и, конечно, биографии срочников. В пограничные войска всегда проводился специальный отбор. Лучшие из лучших отбираются, проходят физическую подготовку, смотрят на них, медицинское обследование. Также они проходят профотбор. Идут служить в пограничные войска. Лучшие из лучших. Последний раз набор военнослужащих срочной службы в погранвойска провели в 2008 году. Пока призыв идет только в трех округах. Северо-Кавказском, северо-западном и дальневосточном. Иван Шумилов из Белогорска в числе амурчан, которые отправятся охранять границу. Говорит, ему очень повезло, что прошел отбор. Да, я очень рад этому, потому что этого уже за первые 16 лет призвали. Спустя такое время хотелось бы в этих рядах быть. Почему? Ну, у меня брат служил тоже. Двоеродный. Говорил, хорошие войска. В первую партию срочников попали 18 амурских парней. Сейчас в области ждут новобранцев из других регионов. В этом году только в погрануправление ФСБ России по Амурской области будет призвано 300 человек. 18 человек. Все счастливы, довольны, со всеми побеседовали. Все замотивированы идти на службу в пограничные органы. Сейчас убыли в учебную часть, где получат все необходимое вещевое имущество. А дальше у них несколько месяцев интенсивного обучения по гречной науке. Ну, а потом незабываемая служба на рубежах дальневосточных, наших родных амурских. Нашего отечества. Прежде чем отправиться к месту службы, ребята пройдут обучение в Николаевском учебном центре. А уже в августе будущие пограничники примут присягу на верность Родине. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Более тысячи амурских детей трудоустроили этим летом в центре занятости населения. С каждым годом желающих работать школьников становится больше, увеличивается и количество вакансий для них. Если раньше в основном дети были задействованы на благоустройстве территорий, то сейчас список предлагаемых мест гораздо шире. Тему продолжит Денис Блащук. Лето не время для отдыха, а сезон для заработка. Уверены школьники, которые, несмотря на каникулы, предпочли не сидеть дома, а трудиться. И жара тоже не испугала. Почти 30 благовещенских подростков сейчас благоустраивают и озеленяют город. Мы вырываем траву, садим цветы, убираем мусор. Работа хорошая, но есть один минус, что на улице очень жарко и из-за этого тяжело очень работать. Папа сначала сказал, что лучше не надо работать, что еще наработаюсь, но я все-таки решила сама заработать на свои расходы. Мне все нравится. Утром встал, быстренько все сделал, потом вечером пошел гулять. Но из сложностей, погодные условия, ну и вот насекомые. Городской сервисно-торговый комплекс трудоустраивает несовершеннолетних уже не первый год. И, как говорят в организации, детей, желающих поработать летом, становится все больше. Сейчас, например, даже образовалась очередь, ведь вакансий для подростков всего 30. Выдается экипировка, это жилет, также с ними постоянно находится сотрудник, дети работают у нас. Значит, 14-летние по 4 часа, 15-летние по 5 часов, а 16-17-летние уже по 7 часов. Если что-то случается, мы реагируем, где-то отпускаем, где-то посидеть просто. Они посидят, отдохнут и дальше. Ну, кому-то тяжело, бывает такое. За соблюдением условий труда несовершеннолетних следят и в Центре занятости населения. Работодатель должен заключить договор и строго выполнять все его пункты, а также ежемесячно отчитываться перед учреждением о том, как работает молодой сотрудник. В основном, конечно же, это неквалифицированный труд. Это подсобные рабочие, дворники, уборщики, комплектовщики товаров. Но в этом году есть и другие виды работы, так как курьеры, архивариусы, в библиотеку, в загородные лагеря берут ребят диджеями. Помимо того, что ребенок при трудоустройстве получит заработную плату от работодателя со стороны Центра занятости, ребенку выплачивается материальная поддержка. В этом году материальная поддержка Центра занятости составляет 3600 рублей. Выплачивается единоразово после того, как ребенок будет официально трудоустроен у работодателя. Денис Мблащук, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Слет ученических производственных бригад «Я в Агро» состоялся в Преамурии. В нем участвовали почти 100 ребят из 8 муниципалитетов области. Кстати, проходит подобное мероприятие уже в 15-й раз. Какие знания и умения показали школьники, расскажет наш корреспондент. Это у нас краснокочанная, это у нас брюссельская, дальше у нас брокколи и цветная. Практически этап слета юным аграриям нужно определить, какой овощ растет на грядке. Юлия Климко из поселка Далдыкан Бурейского округа справилась с заданием без ошибок. Она уже несколько лет выращивает различные сорта огурцов, томатов, капусты на своем огороде. У меня братья участвовали там, мне с собой нравится везде участвовать и само общеводство нравится. Я выращивала уже и кабачки, и картошку, да все выращивала, все культуры. У нас прям большой огород, мы там все выращиваем. Сейчас перед вами находятся культуры в контейнерах прозрачных. Вы должны их обязательно узнать и записать карточку. А вот еще одно задание. Ребята должны определить, что вырастет из предлагаемых семян. Сделать это оказалось непросто. Легко перепутать, например, ячмень с овсом. А ведь в экзаменационной коллекции представлены и сельхозкультуры, несвойственные для нашего региона. Задания очень интересные, потому что не каждый день бываешь на таких слетах биологических. Были разные растения, даже такие, которых редко можно встретить у нас в селе, на огородах, на полях. Вообще все было очень интересно, очень занимательно. Очень хорошие преподаватели и организаторы. А вот детские экскурсии, семейные экскурсии, интерактивные образовательные экскурсии. Мы этот пункт себе в проект взяли. Школьники не только показали свои знания в агрономии, овощеводстве и полеводстве. Один из этапов конкурса предполагал разработку своего бизнес-стартапа. Ребята справились и с этим заданием. Илья Крюченков и Александр Легоньких из села. Раздольное Тамбовского округа не только придумали концепцию развития аграрного туризма в своем населенном пункте, но и рассчитали смету на реализацию проекта. В первую очередь агротуризм сейчас набирает обороты. Поэтому поддерживается государством. Это, ну и в принципе интересно. У нас в селе есть что показать. Поэтому мы решили, что это будет интересной темой. Как минимум мы должны загореться идеей, чтобы сделать проект. Мы ею загорелись. Задача этого слета – выявить талантливую молодежь, говорят организаторы. А еще заинтересовать ребят заниматься сельским хозяйством. Ведь подобные мероприятия могут повлиять на выбор профессии амурских школьников. В рамках слета идет не только соревнования, но и знакомство ребят с профессиями, то есть профессиональная ориентация, с учебными заведениями, с предприятиями для сектора экономики, которые работают в аграрном секторе. Они узнают очень много нового, современного. Главная задача – нас заинтриговать, что это все очень интересно, что это сейчас престижно и что это может стать хорошей и самой любимой профессией. Слет ученических производственных бригад, который стартовал на базе областного эколога-биологического центра, рассчитан на три дня. В программе не только конкурсная часть. Ребят ждут экскурсии на предприятия, мастер-классы и лекции от преподавателей Дальневосточного ГАУ. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Более трех тысяч амурских одиннадцатиклассников простились со школой. В городах и районах области провели выпускные вечера. В этом году в регионе более 200 золотых медалистов и более 170 серебряных. 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Впереди поступление в высшие учебные заведения и самостоятельная жизнь. Как прошел выпускной вечер в областной столице и какие планы у бывших школьников, расскажет Дарья Крамарева. Молодые и вдохновленные еще вчерашние школьники, а совсем скоро будущие студенты в этот вечер могут расслабиться и насладиться праздником. Ведь все экзамены сданы, а впереди их ждет непростой, но очень интересный путь. Традиционно на площади собрались больше тысячи выпускников со школ и лицеев Благовещенска. Смех, слезы, радость и грусть – эмоции на лицах выпускников самые разные. Это был важный этап в их жизни, но самое интересное впереди. Говорят бывшие школьники, кто-то останется в Преамурии, кто-то выбрал вуз за пределами региона. Я своими баллами довольна, потому что я до этого два года готовилась усердно и буду поступать в Киров на юридический. А почему я такая специальность? У нас это семейное, мы несколько поколений уже нас юристы. Иду в медицину. Химия – 90 баллов, а биология – 83. Вот такие результаты, я ими очень доволен и горжусь собой, мама мной тоже гордится. К этому дню выпускники готовились несколько месяцев. Выбирали наряды, прически и образы. Выпускницы отдали предпочтение светлым оттенкам и обильному количеству страз. А парни выделились за счет необычных деталей – галстука бабочки и ярких пиджаков. Я изначально хотела светлое платье, чтобы цвет был такой летний, легкий, воздушный. Боялась, конечно, я, что буду похожа на невесту, но я считаю, что как бы хорошее, достойное платье. Эмоции и волнение разделялись выпускниками их родители. Радуясь за своих детей, они вспоминали свой выпускной вечер. Ну прям здорово было. Эмоции было, море, энергетики море. Это желание победить и чего-то достичь в море. Отчасти оно сбылось, исполнилось. А ребятам что желаю? Уверенности, ничего не бояться. И учиться вот с юных лет брать на себя ответственность за свои поступки. А так им дай Бог удачи и счастья. На общегородском выпускном честовали и ребят, которые набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ. В области их 18 с успешным окончанием школы выпускников поздравил мэр Благовещенском. Сейчас перед вами открыты сотни, тысячи дверей. И какой бы путь вы не выбрали стать врачом или учителем, инженером, менеджером, экономистом, юристом, я уверен, всех вас ждет успех. Две выпускницы стали мультибальниками. Они получили 100 баллов сразу за несколько экзаменов. С одним из главных событий в жизни выпускников 28-й школы поздравляли в Амурской областной филармонии. Им торжественно вручили аттестаты о среднем общем образовании. Теперь ребят ждут насыщенные и яркие студенческие годы. У нас и колледжи, и вузы имеют достаточно высокий уровень возможностей по подготовке профессионалов. И нам бы очень хотелось, чтобы выпускники, получив образование все-таки в наших учебных заведениях профессиональных или других учебных профессиональных учреждениях, но оставались в нашей Амурской области, очень перспективной для самореализации. В этом году выпускники могут поступить на целевое обучение в новом формате. Предложения заказчики будут размещать на государственном портале «Работа в России». Это позволит абитуриентам всей страны ознакомиться с предложениями работодателей и начать подбор своей будущей работы. Дарья Крамарева, Иван Сюмак, Тимофей Овчинников, Амурское областное телевидение. Выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут поступить в амурские вузы по упрощенной схеме. Такая же мера поддержки на федеральном уровне будет действовать для школьников ДНР и ЛНР. Какие специальности пользуются спросом у амурских абитуриентов и какие новые направления подготовки появились в вузах, узнавала Ирина Батина. В ДВОКУ приемная кампания началась 19 июня с работы выездных групп в разных регионах страны. Желающие стать офицерами проходят испытания на местах. Результаты включаются в общий конкурсный список. Приоритет у членов военно-патриотических клубов и участников СВО. С детства была мечта быть военным. Вот в 7 лет, когда в первый раз поехали на, так скажем, показательное выступление от сотрудников Росгвардии ОМОНа. Все оттуда как бы заинтересовалось и родители вложили в меня патриотическое воспитание. Трехкратный участник парада Победы 9 мая. Я уже 4 года это планирую. Вот я как пришел на срочную службу, сразу загорелся этим желанием. Но у меня образование не позволяло. У меня было 9 классов. Я подал документы на вечернее образование, вечернюю школу, 11 классов. Вот, отучился, закончил и все, и подал сюда документы. Курсантом Двоку может стать молодой человек до 27 лет, а для участников СВО возраст увеличили до 30. Специальности остались прежними. Мотострелковое подразделение, горная и арктическая, морская пехота. С 1 июля у нас сейчас организованный прием абитуриентов в наше дальневосточное пусковое командное училище. Здесь тоже самое у нас ведется набор. Ребята сейчас регистрируются, после чего, согласно расписанию, они сдают физическую подготовку, медицинское свидетельствование и, соответственно, профотбор проходит. Также ребята могут у нас сдать здесь, на месте общества, знания математику русские. Это те, кто имеет диплом в среднем профессиональном образовании. Кроме упрощенного набора для участника спецоперации школьников из новых территорий, главным нововведением приемной кампании этого года стало изменение правил целевого обучения. Будущие студенты теперь сами могут выбрать работодателей, заключить договор после зачисления. Абитуриенты получили возможность получать направление, целевое направление через портал госуслуг и через цифровую платформу «Работа России». Поэтому количество целевиков в этом году у нас значительно больше, чем в предыдущие годы. Традиционно большее количество целевиков – это от лечебных учреждений Амурской области. Далее мы очень хорошо сотрудничаем с Сахалином, Камчаткой, Еврейской автономной областью, Магадан. В основном это Дальневосточный федеральный округ, Республика Тыва, выделенная им в этом году достаточно большое количество целевых мест. Активно российским медицинским образованием интересуются жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, уже учатся в УЗИ молодежь из Африканских республик. На сегодняшний день Медакадемию на лечебное дело педиатрии подано порядка 900 заявлений. Новых направлений нет. А вот в Амурском госуниверситете закрыли направление дизайн костюма. Больше на него набора не будет. Зато впервые ввели направление «История». Для желающих поступить выделено 11 бюджетных мест, 625 абитуриентов планируют принять на бесплатные программы бакалавриата и специалитета. Педагогический университет предлагает амурской молодежи 28 профилей по очному бакалавриату и 17 по заочному. На бесплатные места могут попасть около 500 человек, а ежегодно подают заявление в среднем 1800. Этот университет я выбрала, потому что в нем училась еще моя мама, закончила его, но я пошла не по ее стопам. Я поступаю на факультет историко-филологический, на учителя русского языка и литературы. Пока стать студентами педагогического вуза пожелали около 400 ребят. Большинство заявлений подано на факультет иностранных языков и, естественно, географический. Из нового, что мы предлагаем в этом году абитуриентам, новый профиль географии с дополнительным образованием туризм, детская практическая психология, тоже из разряда новых русский язык, как иностранный, плюс английский язык. Это такие вот принципиально новые профили, которые будут реализовываться в этом году. У вуза более 30 соглашений с зарубежными партнерами и в рамках этих соглашений студенты могут на семестр или на год уезжать совершенно бесплатно, обучаться в дружественном вузе. Кроме того, мы работаем по программе государственного субсидирования, когда по квотам правительства Российской Федерации к нам поступают зарубежные студенты, тоже на бесплатной основе, на бюджет, поступают из Африки, из арабского мира, из Китая. В аграрном университете выделено 619 бюджетных мест для всех форм обучения. Это немного меньше, чем в прошлом году, рассказали в вузе. Около 60 мест по отдельной квоте предназначены для участников СВО и их детей. Если говорить в целом, за последние несколько лет большим спросом пользуются факультеты строительства, природообустройства, финансово-экономические, а также электроэнергетические. Принимать заявление на поступление в амурских вузах будут до 27 июля. Результаты обнародуют в начале августа. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. Семейная рыбалка. Амурчане присоединились ко всероссийской акции, приуроченной Году семьи. Первый фестиваль прошел в Благовещенском округе. Он собрал почти полсотни любителей рыбной ловли нескольких поколений. Каким был лов и каким было настроение на берегу озера, расскажет наш корреспондент. Первую рыбку поймали. Среди всех семей на берегу озера эти девушки, пожалуй, самые заметные. Казалось бы, совсем не мужское дело, но рыбачат они довольно ловко. Анна Купцова признается, последний раз брала удочку в руки 16 лет назад. А для дочери Вероники это первый опыт. Потому что я первый раз рыбачиваю, прям очень здорово. Да, ну мы пообещали, у нас папа заедлый рыбак. Он сейчас на зоне СВО получается. Он там три ведра, ой, два, да, тазика поймал. Да, у них была смена ротации, и он наловил карпов, представляете. Я ему сказала, что мы поехали на рыбалку. Он говорит, ну девочки, вы меня не подведите. И не подвели, всего за полтора часа освоили все тонкости рыбной ловли. В том, что рыбалка – это не только мужское дело, уверена Евгений Лисицын. Поэтому за уловом теперь регулярно отправляется вместе с дочерью. Говорят, семейной традицией это стало не так давно. Но первые результаты уже есть. Стали выходить на рыбалку с дочерью на реку Амур. Еще весной начали выходить. Я считаю, что разницы не должно быть. Мальчик, девочка какая разница. Все должны любить. Тем более это мероприятие семейное. Кого ты поймала? Косатка. Косатку. Да, сегодня нам повезло, и мы сразу практически поймали косатку. А вот для Сорокинах рыбалка – это уже традиция давняя. Увлечение объединяет несколько поколений. А потому и в этот раз на берегу все вместе – внуки, дети и бабушка. Когда муж меня посвятил всем природным хитростям, тем более он у меня был заядлый рыбак. Причем из поколения в поколение. Это его отец, это его дедушка, это его прадедушка. Все были рыбаки. Мне понравилось их занятие рыбалкой. Я с ними вместе ездила, рыбачила. И сейчас вот хочу привить это своим детям, своему внуку. Тем более у внука много игрушек связано с рыбалкой. На удочку попадались в основном касатки и караси. У кого-то улов удачно, у кого-то не очень. Но несмотря на это, настроение участников первого фестиваля «Семейная рыбалка» позитивное. Не обрачила его и дождливая погода. Вы знаете, удача и настроение у них. Пусть это, может быть, не большие рыбки, но они ловятся. И это действительно объединяет семью, делает ее более прочной. Ну и вторая цель, которую я хочу обозначить, что это, конечно, семьи между собой познакомятся. И, возможно, будут дружить. Такие мероприятия, они позволят действительно детям приобретать товарищей, молодым, взрослым людям. У нас здесь 17 лет, 18 лет дети встретят свою возлюбленную легче. А может, не просто встретить, но и сделать предложение руки и сердца. На первой «Семейной рыбалке» состоялась и такая церемония. Хорошая парочка, хорошая парочка, 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 парочка. Потому что сегодня «Семейная рыбалка» выбрал такое подходящее место на озере и решил своей будущей жене сделать подарок. Я в диком восторге, мне все очень сильно понравилось. Спасибо большое организаторам за такую возможность. Я счастлива! Подобные фестивали пройдут и в других муниципалитетах Амурской области не только летом. Организаторы рассказали, что и зимой приготовили сюрприз для амурских семей, которые любят провести время на рыбалке. Денис Блачук, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Редкую для Амурской области птицу, китайскую Иволгу, сумел запечатлеть местный видеограф-натуралист. Яркая гостья с пронзительным голосом прилетела в регион ненадолго. Уже в середине августа Иволга вновь отправится в путь, но уже вместе с подросшими птенцами. Большую часть жизни китайская Иволга проводит в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Юг Приамурия – крайняя часть ареала обитания этого вида. Поэтому в наш регион она прилетает последней из перелётных птиц. И у журавлей, и у аистов, и у уток, и ещё у всех птиц, у многих птиц уже давно вывелись птенцы. А Иволга только прилетает. И улетает она одна из самых первых. То есть в середине августа её уже в наших лесах не будет. Иволга отличается мелодичным пением, за которое её прозвали лесной флейтой. Но есть у неё и другое прозвище – лесная кошка. В минуты опасности или беспокойства мелодичная трель птицы превращается в пронзительные кошачьи звуки. Гнездица китайская Иволга в кронах деревьев. Найти её гнездо и тем более подобраться к нему близко – задача сложная. Но опытный видеограф-натуралист успешно с ней справился. Игорь Ищенко соорудил укрытие, из которого в течение нескольких часов наблюдал за жизнью пернатой семьи возле села Грибское. В небольшой рогульке птица плетёт гамачок в виде чаши. И он практически висит. Поэтому хищникам достать его тяжело. Но с другой стороны всё-таки сороки и вороны умудряются разорять её гнёзда. Иногда её можно видеть и в Первомайском парке, и в городском, и даже в окрестностях Благовещенска. Такова картина уходящей недели. Следите за развитием событий вместе с нами. Смотрите новости Амурского областного телевидения в эфире, на сайте, а также в наших социальных сетях. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»